На сегодняшний день самой популярной соцсетью в мире является Facebook, ведь количество активных пользователей этого приложения превышает 3 миллиарда человек. Но за счет того, что мы живем в эпоху технологий, то почти каждый год на рынке появляется большое количество новых социальных сетей, которые пытаются составить ему конкуренцию, и у многих это даже получается, чего только TikTok стоит. Но одним из самых перспективных приложений, которое действительно может стать прямым конкурентом Facebook, является Telegram. Сейчас у Telegram насчитывается более 800 миллионов пользователей, причем каждый год эта цифра растет. И это является отличным катализатором для роста криптовалюты Tone, ведь когда популярный мессенджер интегрирует криптовалюту, это сразу привлекает много новых пользователей, которые ранее даже не были связаны с криптой. Вот поэтому всего за один год Tone Coin удалось войти в топ-15 самых высококапитализированных монет, обогнав такие проекты как Cosmos, Litecoin и Shiba Inu. Но самый главный вопрос, который возникает у всех инвесторов, желающих купить Tone, почему он находится на 15 месте в рейтинге, но при этом не торгуется на самой популярной бирже в мире Binance? Да, этот вопрос задают абсолютно все, а ответ на него вы получите в этом видео. Потому что сегодня вас ждет большой обзор на проект Tone Coin, который всегда активно обсуждают в интернете, а также на проекты блокчейна, которые в последнее время вызывают большой ажиотаж на крипторынке. В этом обзоре я вам расскажу все особенности блокчейна, уделю особое внимание токеномике, проведу анализ цены и в конце видео вы узнаете, стоит ли инвестировать в блокчейн Дурова в 2024 году. Ролик получился очень интересным, поэтому устраивайтесь поудобней, а перед просмотром не забудьте поддержать нас лайком, ведь чем раньше мы наберем 800 лайков, тем быстрее мы сделаем обзор на новую интересную монету. Поэтому за лайки вам заранее спасибо, вы на канале Coin22, с вами Влад, мы начинаем. Что ж дорогие друзья, этот обзор, как и многие предыдущие, выходит только благодаря вам, потому что в нашем телеграм канале мы проводили опрос, на какую монету сделать обзор, и почти половина наших зрителей проголосовала именно за монету Tone. В принципе монета интересная, и про нее есть что рассказать, но чтобы в будущем вы также могли выбирать криптовалюту для разбора, переходите и подписывайтесь на наш телеграм, там мы всегда на связи и ежедневно делимся с вами только самой актуальной информацией. Что касается монеты Tone, сперва я бы хотел вам рассказать историю ее создания, ведь несмотря на то, что Tone запустили в 2021 году, сам проект был создан еще в далеком 2018. Но давайте обо всем по порядку. После того, как в 2013 году братья Дуровы запустили телеграм, который с каждым годом набирал большое количество новых пользователей, им пришла идея создать блокчейн, который можно будет интегрировать в мессенджер. Поскольку главной концепцией телеграм всегда была анонимность и безопасность, а блокчейн идеально дополняет эту концепцию. Таким образом, уже в 2018 году, в разгар шумихи на крипторынке, Павел Дуров совместно со своим братом Николаем запустили первую версию блокчейна под названием Telegram Open Network. Но в то время еще не было никакой монеты Tone, ведь первые токены имели название GRAM. Эти токены были проданы во время ICO, которые также провели в 2018 году. И на старте братьям Дуровым удалось собрать почти 2 миллиарда долларов, а для такого проекта это далеко не маленькая сумма. И представители SEC подумали так же и заявили, что ICO токенов GRAM является незаконной продажей ценных бумаг, из-за чего подали на Дурова в суд. Этот суд выиграла конечно же SEC, а Дурову пришлось платить штраф в размере 18 миллионов долларов, и дополнительно он вернул около 1,5 миллиарда долларов частным инвесторам, которые покупали монету GRAM на IPO. И в принципе на этом разработки проекта полностью прекратились, потому что внешнего финансирования не было, Дуров потерял очень много своих личных денег, а SEC внимательно следила за тем, чтобы создатели Telegram больше не продавали токены на миллиарды долларов. Но в то время Дуров прекрасно понимал, что криптовалюта набирает очень большую популярность, и упускать возможность создать свой блокчейн, чтобы на этом заработать он не хотел. Вот поэтому в 2021 году проект перешел в руки разработчиков, которые официально с Telegram никак не связаны. Вот только если учитывать, что новые разработчики сразу получили доступ к исходному коду проекта, им передали официальный домен ton.org и дополнительно ключи от кошельков с монетами GRAM, мало верится, что эта команда не имеет отношения к Telegram. И конечно это скорее всего было сделано для того, чтобы у SEC не было претензий к Дурову. Таким образом разработчики основали новую некоммерческую организацию, которая сейчас имеет название Tone Foundation. Но монета Tone все равно считается криптовалютой Telegram, ведь его постоянно интегрируют в мессенджер. Также у Telegram Open Network есть не только монета Tone, а еще и другие разработки. Например, Tone Storage это система хранения данных, Tone Proxy, децентрализованный VPN сервис, основанный на блокчейне, который можно применять для безопасного использования Tone. И он кстати немного похож на браузер Tor. Дополнительно есть Tone сервис DNS, где можно создавать свои домены и проводить оплату за них в токенах Tone. Ну а если мы уже говорим о платежах, то есть такая вещь как Tone Payments. Это платформа для проведения микроплатежей и P2P транзакций. В принципе именно из этих элементов состоит экосистема Telegram Open Network. А за счет того, что Tone это блокчейн первого уровня, как например Solana или Ethereum, на нем можно запускать отдельное приложение. Для этого есть специальный сайт под названием Tone App. Здесь мы можем увидеть большое количество специальных криптокошельков для хранения Tone. Также здесь находятся самые популярные криптобиржи на его сети. И дополнительно есть сканеры для обзора транзакций в блокчейне. Как я уже говорил в видео, Tone может увидеть большой рост в 2024 как экосистема. И это будет происходить именно за счет накачки главных проектов в экосистеме. Вспомните за счет чего взлетела Solana на росте экосистемных проектов. Сначала это был Stepan, потом Bonk и MemeCoin. Возвращаясь к Tone Foundation и разбираясь в этом более подробно, в числе всех проектов экосистемы выделяется не NotCoin, а именно Definder Capital, о котором хотел поговорить с вами еще в прошлом видео. Если вы не слышали, то по инсайдерской информации, это один из главных проектов на Tone, поэтому рассказать о нем в основном видео про Tone просто необходимо. К слову, токен DFC уже стал одним из главных по ликвидности и объемом на DEX блокчейна Tone с 2 миллионами TVL. Это первый проект, который привлекает новых пользователей в экосистему Tone. И среди других JetTone это монеты в сети Tone. Definder занимает четвертое место. Сравнив Definder с другими проектами Tone, первое, что мы заметим, это большое комьюнити, ведь в русскоязычном телеграм-канале насчитывается более 300 тысяч подписчиков. Еще один интересный момент, который подтверждают слухи, DFC можно купить напрямую в телеграм через нативного бота Wallet. Это не очередной проект, который зашел на рынок так же незаметно, как и ушел. Это огромная экосистема на блокчейне Tone, которая использует тот же механизм накачки экосистемы, что и Solana. Самому блокчейну выгодно продвигать проект, как делала ранее Solana со всеми известными Pepe или Bonk. Также у Definder есть свой токен по тикерам DFC, который дал уже 3100% роста. Еще в прошлом году токен залистили на биржу MEX. И кстати, именно на этой бирже можно следить за ценой и купить токен DFC, ведь здесь сконцентрирована основная ликвидность монеты. Вот например, если перейти на график DFC, мы увидим, что цена монеты движется вверх. Это происходит из-за роста экосистемы, плюс у проекта наблюдается довольно большая ончин активность. Несмотря на то, что цена DFC растет, сложно сказать, куда она продолжит двигаться дальше, ведь все будет зависеть от развития проекта. Вероятнее всего, если сохранится подобный паттерн, то дальнейший прогноз также будет благоприятным. Зайдем на официальный сайт и изучим токеномику монеты DFC. Если следовать данным, то общее предложение монеты составляет 200 миллионов, 50% из которых раздали на аирдропах, а у разработчиков находится только 10% от общего предложения на рынке. DFC используется для управления самого проекта, имеет возможность стейкинга под определенные проценты, а также монеты DFC можно применять и даже получать в отдельной игре Araken Planet, которая работает по принципу бота в Telegram. Суть игры заключается в фарминге DFC в соревновательном формате между игроками. Для хранения DFC разработчики создали специальный кошелек, который называется DeWallet. Он представлен в виде отдельного Telegram-бота, в котором можно хранить не только токены DFC, но и токены Tone, которые используются для оплаты комиссий в сети. Это сделано для того, чтобы всем пользователям Telegram было еще проще покупать криптовалюту и хранить ее непосредственно у себя в мессенджере. Как я сказал ранее, главная задача Definder направлена на развитие ToneCoin. Ведь если на ToneCoin фиксируется рост количества транзакций, это положительно влияет на внутренние токены сети. Вот поэтому Definder и заинтересован в том, чтобы у Tone было как можно больше активных пользователей. И здесь важно сказать, что у Definder есть свой кликер, проект Airbus, который уже обошел NotCoin по количеству новых пользователей в первые дни и собрал более 100 тысяч пользователей. Ну и главное отличие, что здесь уже запущены токены с понятной экономикой. С каждым месяцем количество активных пользователей мессенджера растет, что увеличивает комьюнити ToneCoin и повышает интерес к внутренним проектам, таким как DFC. Сейчас держатели DFC это не только люди из сообщества, а и инвесторы, которые заходят с рынка. Ранее были потенциалы на рост и развитие в рамках блокчейна Tone. Буквально за полгода это выросло в огромную экосистему, что дает некие перспективы на будущее. И если проанализировать, то рост цены на старте был обеспечен тем, что проекты на блокчейне Tone набирают популярность за счет поддержки комьюнити и роста ToneCoin, что указывает прямое влияние на дальнейшее движение. Для более точного понимания изучите проект самостоятельно. Все ссылки мы оставили в описании. Можете понаблюдать за DFC, ведь масштабирование Tone и рост его цены будет оказывать положительное влияние на все криптовалюты, которые с ним связаны. Но чтобы понимать, как будет развиваться ToneCoin дальше и что будет происходить с его ценой в будущем, давайте разберем несколько последних новостей и посмотрим, какие анонсы для нас подготовил Павел Дуров, помимо накачки экосистемных проектов по типу DFC или NotCoin. Во-первых, я бы хотел вспомнить событие, которое произошло осенью 2023-го, после которого цена Tone выросла на 130%. Этим событием стала интеграция криптокошелька ToneSpace в приложение Telegram 13 сентября. До этого тем, кто хотел купить токены Tone, приходилось использовать сторонних ботов, но теперь после интеграции любой пользователь Telegram может купить и хранить монеты в кошельке ToneSpace. На самом деле эта интеграция положительно повлияла на внутренние показатели в сети, ведь по данным из ToneScanner 17 сентября было сделано более 200 тысяч транзакций и за один день к сети присоединилось почти 2500 новых адресов. Это самая высокая активность в сети, которая была замечена за последние полгода до интеграции ToneSpace. Вот поэтому цена и выросла на 100%, а торговые объемы превысили 50 миллионов долларов за 7 дней. И кстати, еще за неделю до того, как Telegram интегрировали кошелек, у нас и выходил топ криптовалют, в котором мы говорили, что стоит купить Tone перед началом роста на 50% вверх. Также в прошлом году, 18 октября, Tone Foundation заключили партнерство с платформой Blockchain.com, которая предоставляет услуги для покупки, продажи и хранения криптовалюты. И теперь все пользователи Blockchain.com, а их насчитывается около 90 миллионов, получают доступ для покупки монет Tone, что также привлекает новых инвесторов. Но будут ли в этом году подобные события, на фоне которых Tone снова покажет 100% роста? На самом деле интеграции, как например с Telegram или Blockchain.com, не объявляют заранее. Вот поэтому на данный момент ToneCoin ожидает два обновления в этом году, а именно Electro и Config. Конечно, на инвесторов и пользователей блокчейна эти обновления влияния не окажут, но как написано на официальном сайте Tone, они предназначены для упрощения создания смарт-контрактов и необходимы для улучшения стейкинга. Если перейти на дорожную карту Tone, здесь мы также увидим множество других обновлений. Они хотят запустить свой стейблкоин, сделать специальные мосты для блокчейна, в том числе между биткоином, эфиром и BNB. Также разработчики хотят создать новый кошелек, сервис Tone Teleport, а также свой отдельный браузер. Вот только на данный момент неизвестно, когда это все произойдет, а также нашумевший выход Telegram на IPO в 2025 году сейчас остается под большим вопросом. Но тем не менее, как вы могли заметить, Tone имеет сильную фундаментальную сторону, ведь как-никак Telegram это один из самых популярных мессенджеров, который имеет почти миллиард активных пользователей по всему миру. И именно этот фактор помог монете Tone зафиксироваться в двадцатке самых популярных монет с общей капитализацией более 7 миллиардов долларов. Вот только если проанализировать токеномику Tone, а в мире крипты это один из главных показателей, который помогает понять, насколько монета подвергается манипулированию, то мы получим очень интересные результаты. Как вы видите, количество монет в обороте составляет почти 3,5 миллиардов, а общее количество Tone превышает 5 миллиардов монет. Но нужно учитывать то, что предложение не ограничено и будет расти примерно на 0,6% в год, ведь постоянно стейкаются новые монеты. А теперь если мы посмотрим на распределение этих монет, то увидим, что 62% токенов, а это большая половина, принадлежит только 10 адресам, причем это в основной сети. А если посмотреть, что происходит в сети Ethereum, то мы увидим, как 10 самых крупных кошельков контролируют целых 70% монет Tone. Для сравнения я вам покажу, например, биткоин, у которого 10 самых крупных кошельков держат только 5% монет. Таким образом, небольшое количество валидаторов, очень слабая децентрализация, а также давление со стороны фондов и крупных инвесторов оказывает прямое влияние на цену. Вот, например, если перейти на график цены Tone, мы увидим, что он показал самое слабое движение из всех альтов во время бычьего цикла, который начался под конец октября. Ведь пока такие монеты, как DOT, LINK, AVAX и многие другие пробивали 100 и некоторые даже 200%, то он вырос всего на 35%, а после его цена начала консолидироваться. Конечно, это было связано с тем, что многие приступили фиксировать прибыль после 100% роста. Но также одной из главных причин такой слабой динамики на бычке стало отсутствие заинтересованных покупателей, о чем сигнализировали очень слабые объемы торгов, которые не превышали 30 миллионов долларов. И это, кстати, является ответом на главный вопрос, почему Tone не торгуется на Binance, хотя он находится на 15 месте в общем рейтинге. Да, это именно низкие объемы торгов, которые в среднем составляют до 30 миллионов долларов в сутки. Но если вы думаете, что это много, я вам покажу объемы Solana, который за последние полгода ежедневно превышает 2 миллиарда долларов. Или, например, токен ICP, его капитализация на 2 миллиарда меньше, но при этом торговые объемы превышают 100 миллионов. А за счет того, что объемы это главный способ заработка бирж, Binance пока не желает листить Tone к себе на платформу. А также Binance не хочет рисковать, чтобы те самые 10% кошельков забрали с нее всю ликвидность. Сейчас Tone торгуется и пытается удержать поддержку выше 2 долларов, выше которого должен торговаться Tone, чтобы он смог возобновить свой восходящий тренд до сопротивления 2,5 доллара. Поэтому если вы будете планировать покупать Tone, то делайте это приблизительно в данном диапазоне и обязательно покупайте частями. Из всех плюсов, которые есть у Tone, я могу выделить хороший фундаментал и активную базу пользователей. Ведь напоминаю вам, что у Telegram почти 1 миллиард пользователей, но при этом минусы в виде плохой токеномики не позволяют полноценно рассмотреть проект в долгосрок. Я не спорю, что монета Tone очень даже интересная, но перед тем как ее покупать, обязательно учитывайте все факторы, которые я озвучил в этом видео. Также лично мне было бы интересно узнать, что вы думаете о ToneCoin, а также о других проектах на Tone, включая Definder Capital. Напишите об этом в комментариях. Дополнительно не забывайте подписываться на наш Телеграм, и я буду рад вас видеть в нашем новом видео. А чтобы его не пропустить, жмите колокольчик. Всем желаю удачи, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok